Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! На данных соревнованиях участвовали все представители всех областей Казахстана, более 400 спортсменов. С первенства проходило среди женщин, мужчин и любителей боевого самбо. Надо сказать, что последние годы Казахстан постоянно занимал одно из ведущих мест в мировом самбо. И вот предстоящие соревнования, которые пройдут и в Ташкенте, и в Ашхабаде, и самый главный из них 5-8 числа июня, будет этап Кубка мира по самбо на призы президенту Республики Казахстан. Эти соревнования явились своего рода отборочными, и на основе этих соревнований были отобраны кандидаты на учебно-тренировочные сборы, и эти ребята составят основной костяк. Ак-Тюминская область заняла второе место в командном зачете, первое место заняла команда Восточно-Казахстанской области, второе место Ак-Тюминской области и третье Казахстанской области. Среди наших спортсменов надо отметить, занявших первое место, это Жусупов Норлебек, Асканбай Асатай, Хуанов Исет и Асаула Амандах по боевому самбо. Есть призеры среди нас, значит, это Шокпатов Шенгыц, Имангазин Нурлутан, Улухпанов Мираз и Аскаров Роман. Я думаю, что эти результаты дают нам надежду о том, что Ак-Тюминский самбо занимает достойное место среди областных, скажем, областного рейтинга, и достойно представляли. И вот надо сказать, что за 20 лет прошедших дня чемпионата мира, а как вы знаете, что этот чемпионат был первым среди всех видов спорта в Независимом Казахстане, более 60 наших спортсменов были чемпионами, призерами чемпионата мира. За это время. Да, за это время. Только Ак-Тюминской области и наших континентальных первенств. Надо сказать, что среди них есть самбо такой универсальный вид борьбы, что среди нас вышли и дзюдоисты, дальнейшими борцы... Это Асхад Шахаров. Асхад Шахаров, вы знаете, что в общем засчете где-то пятикратный чемпион мира. Отрадно, надо сказать, что мы на этом чемпионате отметили всех тех, которые 20 лет назад внес огромный вклад. Был парад ветеранов. Те ребята, которые тогда были по 19-20 лет, уже сегодня под 40. Кстати, некоторые из них, несмотря на ветеранский возраст, тем не менее, продолжают заниматься этим видом спорта. Да, продолжают и участвуют в соревнованиях, кстати, где профессиональных борцов. Надо сказать, что в то время, значит, 20 лет назад, Казахстан впервые получил благодаря чемпионату мира три олимпийских ковра, которые служат ребятам до сегодняшнего дня. Три табло, кто занимается спортом, знает, что это, ну, как бы, мы шагаем ногу, если есть такие атрибуты, будем так говорить. Сегодня хочется сказать, что тогда все общественности Актюберской области, руководство того времени, Аслан Николаевич Мусин, Ильич Нашбайс Саган-Дейков, руководитель спорта, такие как господин Лобах, ныне покойный, другие просто энтузиасты спорта, как Олег Липин, ныне сегодня работающий среди нас это Сабр, Айрат, Салим Зимбетов, и другие-другие, многие энтузиасты помогали становлению базы Актюберского казахстанского самбо. Сказать надо, мы на днях вспоминали, как историю уже, что даже Актюберский дом престарелых нам пересеслил тысячи с чем-то деньги. Когда-то, и это очень здорово помогло. То есть, благодаря таким энтузиастам самбо развивалось, а на сегодня со стороны государства какая помощь оказывается? Ну тогда понятно, бюджет, он ориентировался с таких вот задач, складывался с таких задач, как первостепенных газ, пенсии и так далее, до спорта, еще как-то не доходили средства. Абсолютно, в контексте того времени вы знаете, что... И сейчас наверняка лучше ситуация. Да, ну всегда есть проблемы, надо сказать, что в этом году у нас, вы знаете, что планируется открытие дворца единоборств. Это вот по программе частного государственного партнерства открывается, и у нас есть предложение даже, кто инициировал строительство этого дворца, создать на базе этого дворца, скажем, Академии самбо Казахстана, который станет базовым для подготовки. Вы знаете, что боевое самбо применяется и культивируется среди спецподразделений нашей страны, и как и во всех других странах, особенно России. Поэтому я думаю, что... В правоохранительных органах, если не ошибаюсь, также преподаются по офисе подготовки. Да, спецподразделения всех силовых структур преподается как учебная дисциплина боевое самбо. Я думаю, что эти соревнования дадут очередной такой импульс развития. Зал был полный. Наши соревнования посетили высокие гости. Господин Жошибаев Рапил Ситханович, он сегодня является комиссаром, как вы знаете, экспо. Он президент Федерации спортивного и боевого самбо Казахстана. Ким города посетил. Открытие соревнований господин Бияхметов Аскар участвовал. Руководители областной структуры спорта и городского посетили наши соревнования и оказывали большое внимание. Надо поблагодарить коллектив университета имени Жубанова. На очень высоком организационном уровне они позволили нам провести этот чемпионат. Как развивается самбо в Октябрьской области? Численность детей, интерес какой, на базах каких спортивных организаций занимаются спортсмены? Вы знаете, что самбо как вид спорта, все знают, что это самообороны без оружия, является синтезом всех национальных видов видноборств, как казахский Казахшая Куреш, Узбекский Кураж, Урузинский Чедооба. Поэтому говорит о том, что когда-то, не имея даже вот таких спортивных атрибутик, не занимались самбо, нет, потому что все, особенно в ауле, вы знаете, что каждый там мальчишка желает побороться. И вот в первую очередь наша база такая, что она жиждется на национальных видах спорта. В Октябрьске, как и в других областях, созданы хорошие условия сегодня. Несмотря на то, что самбо не входит в олимпийский вид спорта, но мы к этому движемся. В этом году, как я сказал, в Ашхабаде будут авиарские игры и закрытых помещениях. И впервые программу включена борьба самбо. Я думаю, что каждый областном... То есть это уже дает надежду, что в будущем будут более сильные внимания обращать. В Казахстане проходил конгресс Казахстанской Федерации и поднимали очень актуальные вопросы развития самбо. Я думаю, надеюсь, что со временем еще лучше станет условие для спортсменов. И несмотря на то, что переживает Казахстан определенную смену поколений, мы займем достойные места. Если говорить по октябрьской самбо, то по итогам 2016 года мы заняли первое общекомандное место. Ну, находиться второй, третий, скажем, вместе или первой тройкой, это для нас почетно. Не совсем зазорно. На этом мы завершаем нашу программу. Спасибо вам за интервью. С вами были Акмарал Майкузова, а также Биркин Колжанович Арын-Газы, президент Октябрьского областного филиала Республиканской Федерации по спортивному и боевому самбо. Сейчас реклама, после которой эфирная эстафета, будет передана программе Таулик. Всего доброго. Спасибо.